Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру растений против зомби и у нас на очереди в рубрике выживания уровень называется ночь, выживание ночью и мы сейчас подбираем вооружение на миссию соперники самые начальные, поэтому мы можем взять такое очень легенькое вооружение ну и не стоит забывать тот момент, что у нас ночь, поэтому вновь нам будут помогать грибы грибы могут помогать и днем, но для этого надо еще брать кофейное зерно, тут можно обойтись без него минус одно растение в списке, это конечно очень удобно начинается миссия и опять я забываю такой момент, это могила, которая будет значительно нам осложнять жизнь особенно наверху, там аж 4 могилы, пока конечно никаких проблем не будет, но как только мы подойдем к финальному этапу, к финалу этапа все зомби поднимутся с могил и у нас проблемная зона это вверх, но я думаю, что как-то обойдемся потому что все-таки зомби очень начально, мы еще взяли арбуз, я надеюсь, что мы все-таки нам хватит денег для того, чтобы мы посадили и арбуз и ледяной арбуз, хотя бы пару штук хотя тот же ледяной арбуз, он действует как и во второй части, например, если поставить на 2-4 линии, то ледяной эффект он распространяется на практически все поле, а в первой части совсем другая ситуация но тоже в любом случае, какой-никакой, но ледяной арбуз нам поможет, хоть где-то, но он будет сдерживать противников замораживать их и таким образом зомби не будут такими прытками, особенно это касается, конечно, первой линии там обязательно нужен какой-то арбуз, даже обычный может спасти ситуацию, так как зомби такие начальные ну и в следующем этапе надо будет не забыть взять обязательно поедателя могил, причем их надо взять несколько штук с имитатором хотя бы на один этап, для того, чтобы мы быстро почистили все поле могилы стоят поедатели 75 монет, по-моему, такое количество, не очень дорогие, поэтому можно выделить часть бюджета для того, чтобы, ну хотя бы, например, чтобы мы убрали 4-5 могил и также не стоит забывать, что могилы будут появляться в будущем так что поедатель могил нам нужен будет постоянно можно на какой-то этап его не взять, но это опасность я планирую, как и в предыдущей миссии, делать такую, как границу из высоких орехов и для того, чтобы зомби не смогли дальше идти это будет такая, как хорошая защита единственный момент, это могила если она появится за высоким орехом, то единственным таким инструментом для того, чтобы убрать могилу является как раз поедатель могил, других вариантов нет так что надо желательно держать постоянно поедателя могил всегда в нашем списке у нас сейчас такая пауза в игре затишье, но это затишье перед бурей пару слов еще хотел сказать по поводу растения против зомби-хирус очень много положительных отзывов, что касается этой игры, но, как я уже сказал она тормозит из-за того, что, как выяснилось, бета-версия, в общем, то, что я предполагал игра так как, ну, можно сказать, взломана, то есть неофициальный релиз, соответственно, она идет некорректно и это не только у меня, это практически у всех тех, кто пробовал ее запустить так что ждем официального релиза, после которого можно уже полноценно протестить эту игру любопытно весьма, не могу сказать, что очень интересно для меня, но можно будет поиграть и, возможно, в дальнейшем как-то я уже ее оценю по достоинству, потому что сейчас с этими тормозами невозможно вообще в нее играть у нас на поле следующая ситуация, я уже решил не дожидаться нужной суммы для высадки арбуза но только сейчас мы высадили, но до того я высадил звезды это какое-никакое все-таки будет усиление надо как-то сделать статус-кво из-за этих могил мы под большой опасностью вот сейчас на нас должна подойти большая волна она наступает прямо сейчас и будем надеяться, что зомби не поднимутся с могил хотя бы, чтобы они появились, точно появятся в конце этого этапа хотя бы уже будет какое-то облегчение и мы можем спокойно высаживать наше вооружение времени не очень много, но на каких-то участках мы точно высадим арбузы что касается звезд, я не думаю, что мы их в будущем будем садить все-таки это растение не такие мощные, как арбузы я считаю, что лучше потратить значительную часть наших средств все-таки на высадку арбузов и ледяных арбузов которые будут надежно прикрывать поле и останавливать противников вместе с магнитом мы уже ставим магнит, хоть, наверное, большая часть зомби сидят потому что нету высокого ореха, который бы их прикрывал но все равно, они хоть свою работу сделают на этом этапе и уже спасибо 100 монет, я считаю, что не жалко против наиболее таких одиозных в этом этапе это зомби с ведрами на голове без них это самые обычные зомби ничем не примечательные и мы сможем поэффективнее убирать вот этих вот зомби ну а что касается обычных зомби и с колпаками тут уже дело техники и времени мы сейчас будем постепенно выкапывать бесплатные грибы хоть это немножко рискованный шаг у нас все-таки с деньгами не очень хорошо хоть и есть два ряда грибов но согласитесь, что грибы это все-таки даже не подсолнух хоть у них есть такой неплохой момент что они стоят 25 монет а потом уже дуют на своем пике 50 монет это конечно не наши грибы со второй части которые дают аж 75 монет потому что они вырастают в 3 ну в 2 этапа сначала в средний рост а потом уже самый наивысший рост а тут немножко чуть похуже а ситуация, но все равно 25 монет вот мы сэкономили получается половину денег, если бы мы высаживали подсолнух хотя мы без подсолнуха тоже не обойдемся будем его высаживать уже в следующих этапах сейчас главное пережить финал первого этапа потому что у нас очень много могил еще одна могила добавилась в середине поля у нас самая проблемная зона это верх поднимаются зомби из могил мы там ставим кабачок будем сейчас садить бесплатные грибы хотя бы чтобы задержать противников все-таки зомби очень хлипкие поэтому какое-никакое время будет играть на нашей стороне и задерживать зомби ну а там уже арбуз будет постепенно убирать одного за другим зомби главное в следующем этапе взять побольше могил мы можем взять с имитатором несколько могил я думаю, что этого достаточно буквально минуту-другую и мы очистим больше половины поля от всякого мусора ну что ж, на этот этап мы берем высокий орех также ледяной арбуз что бы еще взять берем тыкву, магнит арбуз обычный берем, конечно же, поедателя могил и можем задействовать имитатор сейчас надо найти поедателя еще одного могил уже в паре будет как-то полегче справляться со всеми вот этими вот всякими образованиями очень мешающими развиваться нашими растениями на поле ну и также они представляют определенную угрозу хоть они и стоят но самое главное то, что зомби еще поднимаются с могил то, что они стоят это может, так сказать, полбеды а вот то, что могут появиться зомби в конце какого-то этапа это для нас потенциальная угроза ну и взяли еще напоследок два подсолнуха один из них сдвоенный мы будем выкапывать ряд грибов грибы это хорошо но он не дает столько же денег сколько сдвоенно подсолнух мы сейчас так вот неожиданно находим приятный сюрприз это алмаз алмаз один мы получили мы хоть и не прошли уровень но по окончании тоже ждет еще один алмаз таким образом если все будет складываться нормально в нашу пользу то мы получим 2000 денег долларов не вот этих вот солнышек а именно долларов за которые мы можем покупать какие-то растения мы сейчас укрепляем нашу линию высоким орехом и уже практически зачистили большую часть поля от могил как-то все очень проходит быстро но дорого каждое такое очищение стоит 75 монет вообще можно было бы не брать имитатора потому что поедатель могил он очень быстро возобновляется мы бы и так и так быстро все это дело зачистили но уже пусть будет мы на будущее будем знать что хватит одного поедателя могил возможно на каком-то этапе мы все-таки сделаем паузу возьмем какое-то получше вооружение появляется сейчас американский футболист у нас проблема с магнитами и это может сказаться на ходе игры вообще как-то очень агрессивно стали вести себя зомби возможно это из-за того что появились могилы как-то уже не по плану пошла у нас игра с самого начала обычно уже в начале осталось достаточно вооружения там уже по ходу игры какие-то делал определенные небольшие изменения на карту наших так сказать растений то есть на нашем поле какие-то возможно там я делал изменения выкапывал в общем по нашему плану все это шло как-то быстро но вот могила я не взял поедателя могил с самого начала и как-то у нас даже вот первый этап он затянулся поэтому в целом вот эта миссия она затянется достаточно надолго но мы никуда не спешим самое главное чтобы мы справлялись с зомби пока обстоят дела нормально справляемся мы сейчас практически выкопали один ряд грибов уже посадили даже сдвоенный подсолнух но у нас произошел прорыв тут чувствуется нехватка ледяного арбуза американские футболисты уже побежали вперед их ничего собственно не останавливает там ни ореха не было вот только сейчас мы посадили высокий орех и ни ледяного арбуза вот ледяной арбуз даже без ореха он как-то бы мог останавливать американского футболиста но через какое-то время мы бы их убирали а без ледяного арбуза и без высокого ореха вот чувствуется что мы тут скажем так уступаем инициативу но я надеюсь что это временно а самое главное сдержать американских футболистов все остальное это такое уже нюансы кроме футболиста особо таких сложных зомби тут нет в этом и так ну а уже в будущем конечно следует готовиться тем более что у нас зомби все сложнее и сложнее становится чем ближе мы идем к финалу который думаю что еще не скоро будет да и нам спешить особо некуда потому что поле еще не готово абсолютно к финалу есть бесплатные грибы которые надо выкопать но в силу того что пока денег не хватает у нас еще необходимо сделать ряд корректировок в первую очередь это посадить достаточно сдвоенного подсолнуха я даже думаю что мы наверное оставим часть грибов бесплатных не бесплатных а вот этих вот которые нам дают деньги все таки даже с двойным подсолнухом как-то чувствуется нехватка денег но это из-за того что подсолнух в ночное время не очень хорошо себя проявляет он растет лучше днем когда светит солнце у нас немножко другая ситуация это уже финал очередного этапа самое главное что мы убрали практически убрали в наши границы все могилы и осталось какое-то незначительное количество зомби их сдерживает высокий орех но есть еще у нас старая линия там нету высокого ореха его необходимо обязательно посадить и у нас очередной этап тут появляется зомби на воздушном шаре есть также гаргантио вот это уже кое-что кстати вот гаргантио он появляется абсолютно далеко не каждый уровень из выживания что-то даже не помню по-моему долгое время не было но сейчас он появился ну и у нас к слову рубрика выживание это не резиновая тоже то есть через какое-то количество уровней там осталось возможно я даже не считал но так уровни 5 и мы уже проходим выживание собственно как и всю игру прохожу я уже первую часть достаточно долго но это связано с тем что я прошел уровни основные ну относительно быстро а вот как-то про бонусные уровни забыл мне уже потом напомнили и я может быть пару месяцев а может быть даже раньше начал проходить вот эти вот бонусные уровни но тоже с большими перерывами между у нас локациями которые появлялись во второй части в общем делал какой-то перерыв на другие игры в основном это конечно же вторая часть растений против зубов и в последнее время решил так активно взяться за прохождение уже бонусных уровней там осталось какое-то незначительное количество миссий и мы уже официально проходим первую часть которая в отличие от второй части заканчивается на каком-то определенном моменте хотя и вторая часть скорее всего что рано или поздно она подойдет к концу у меня есть такие как предположения что уже в данный момент разрабатывается третья часть и пока она разрабатывается есть какие-то локации какие-то бонусные уровни но все когда-нибудь заканчивается вторая часть уже закончится на каком-то определенном моменте в всяком случае точно уже стало известно что ну как только мы прошли вот последнюю локацию настоящей там что доктор зомбос мол не сдается мы еще посмотрим после этого момента уже стало ясно что будет продолжение ну и это конечно же радостное событие хотя перед началом модерн д у меня были опасения потому что там был такой как очень похож на разлом после модерн д это же не разлом а такая как жирная точка виде молнии и так же предполагалось то что вот большое количество уровней это такая как жирная точка в итоге оказалось что это лишь передышка перед новой локацией какой-то которая должна уже наверное скоро появиться и новыми бонусными уровнями так что ждем появления чего-то нового во второй части и конечно же появление игры Heroes хоть она мне что-то не предминулась но возможно после того как будем проходить там можно играть с другими оппонентами как реальными так и виртуальными насколько я понял в общем как-то возможно игра затянет это как я уже проводил аналогию фактически игра Hearthstone но так как это растение против зомби там есть определенные такие моменты которые подчеркивают что это игра с растениями даже сказал наша старая добрая Plantsfield зомби возможно этот момент все-таки мне как-то позволит ее больше полюбить чем та же игра Hearthstone которая что-то для меня лично показалось очень скучно и неинтересно у нас сейчас развивается событие следующим образом появляется музыкальный зомби один из музыкальных зомби который за собой приводит целую свиту тоже кстати это большая опасность потому что там зомби поднимаются из земли не из-под могил мы кстати не взяли этот поедатель могил очень зря скорее всего что на поле через какое-то время появится новое образование за пределами высокого ореха как-то не страшно а вот в пределах нашей зоны это конечно будет проблема но посмотрим может быть в следующем этапе мы возьмем могилу в зависимости что появится какие проблемы мы взяли следующий состав на этот этап его как-то не озвучил взяли гриб халапенио острый перец звезду арбуз также сдвое на подсолнух мы еще не досадили полностью ряд состоящий из двойного подсолнуха высокий орех на всякий случай магнит а потом мы еще взяли ледяной арбуз и также напоследок кактус который стреляет такими как колючками это необходимо из-за того что у нас есть зомби на воздушном шарике можно было бы конечно взять вентилятор но это все-таки одноразовое растение можно в будущем будет еще вот эти вот зомби на воздушном шарике для того чтобы посадить растение всерьез и надолго без использования вентилятора все-таки это растение одноразовое для того чтобы мы чтобы у нас были скажем так растения на постоянной основе мы посадили именно кактус какая-никакая но все-таки экономия средств постоянно садить по 100 монет от вентилятора это все-таки накладно появляется гаргантюа в некоторых местах мы их уже успешно убрали у нас остался еще последний гаргантюа который никак не хочет умирать а мне что-то кажется что в первой части они как-то послабее будут чем во второй во второй их убрать намного сложнее возможно у нас уже состав вооружения такой достаточно мощный есть звезды самое главное несколько практически во всех рядах по несколько арбузов в общем даже гаргантюа приходится нескладко появляется у нас опять музыкальные зомби мы тут ставим грибом и всем махом убираем абсолютно все зомби практически кроме того же гаргантюа который уже успел выкинуть мелкого гоблина это говорит о том что смерть уже не за горами осталось уже буквально немного так оно и происходит а мы заканчиваем этот этап и переходим в следующий под уровень из этой миссии значит тут у нас появляется крот потом атлет ну и все это из таких самых опасных больше особо зомби не представляет угрозы однако крот может выкинуть достаточно много проблем он появляется самый неожиданный момент в нашей передовой позиции возле в районе сдвоенного подсолнука кстати для того чтобы мы не потеряли сдвоенный подсолнук наверное придется его укреплять тыквой ну атлет я знаю у нас если будет достаточно высоких орехов то тоже особо он там не разгуляется с такой массовкой а вот крот будем его наверное сжигать халапень тут проблема даже не в стоимости хотя и стоимость высокая 125 монет у нас деньгами не все еще так замечательно поэтому тоже постоянно садить халапень это будет накладно если учитывая что это все-таки одноразовое растение поэтому конечно на какие-то линии мы будем ставить но не постоянно да и халапень возобновляется через какое-то время вот можно было бы взять конечно и имитатор под халапень что мы забыли взять это поедатель у нас уже появляется в наших краях могила которую мы к сожалению не уберем до конца вот этой под миссии вот кстати отличие от второй части как раз то что можно убрать могилу физически нашими вооружениями вот к сожалению в первой части кроме как съесть могилу поедателям мы других вариантов не знаем ну что ж одна могила все-таки это еще куда не шло это там не парочку могил даже больше чем то что у нас было вот как первой части в первом подуровне там у нас было достаточно много могил и мы как-то прошли без поедателя но тоже были такие большие проблемы все-таки выстрели хотя там и состав был абсолютно начале а мы сейчас постепенно укрепляем наши сдвойные подсолнуки потому что если мы потеряем хоть один куст придется брать сразу два подсолнуха можно конечно его не восстанавливать но хочется все-таки сдвойным подсолнухом который дает достаточное количество денег это все-таки не гриб а деньги нам пригодятся потому что это отнюдь еще не последнее под уровень у нас сети миссия получается очень такой длинный где-то на текущий момент похож это около 20 минут мы уже вот к этому момент обычно завершаем миссию и такое будет скорее всего что впредь потому что мы уже близко к концу рубрики выживания вот эта рубрика на мой взгляд самая такая интересная ну и конечно самая долгоиграющая а тут действительно есть такая интересная фишка то что можно менять растение мне этот момент очень нравится сейчас у нас появляется непрошенный гость очень вовремя мы укрепили все сдвоенные подсолнухи и надо как-то убирать кротов одного из них мы убираем с помощью халапени хотя можно было этого и не делать потому что уже звезда с него стянула каску тоже такой хороший момент того что скоро крота уже не станет но все-таки как-то убрали хоть и выкапываем грибы но что делать я думаю что сдвоенный подсолнух должен вытянуть как-то ситуацию тем более большую часть растений мы уже высадили то есть программу минимум мы уже завершили посадили насытили поле вооружения у меня руки чешутся сейчас выкопать кактус по сути он уже не нужен нет у нас воздушных целей и просто не факт будут ли они в будущем будет очень жалко если например в последнем подуровне появятся опять зомби с шариками и придется опять использовать кактус ну тут вариант конечно задействовать вентилятор поэтому пусть уже будет кактус до конца уровня а он в принципе каши нам не испортит его неплохой особенностью является то что иголки не как прошибают абсолютно все линии зомби то есть бьют насквозь такие бронебойные иголки они абсолютно вездесущие в общем пусть будет чтобы еще выкопать ну это можно еще парочку грибов но этот маневр достаточно опасно поэтому пусть еще на поле постоят возможно если кроты будут досаждать то мы будем выкапывать и на их место ставить либо кабачок там халапеня что-то чтобы убрало кротов это уже у нас очередной конец одного из под уровней появляется тайк крот на первой линии мы тут сжигаем с помощью халапеня и осталось какое-то незначительное количество обычных зомби надо сейчас опять не забыть взять поедателя могил потому что как-то я забываю взять это растение чрезвычайно полезно у нас уже несколько могил они нам будут осложнять задачу а в следующем этапе появляется у нас уже такая как газонокосилка стреляющая попрыгун но тут без проблем потому что есть высокий рех и опять крот крот нас постоянно не оставляет в покое на протяжении там нескольких подуровней но будем бить халапени и другими растениями возможно посадим еще звезду звезда кулинас бьет еще в обратном направлении она еще достает до крота но не везде например на первой линии нету звезды там значит будет выручай халапени можно было что-то еще взять из помогательных растений хотя у нас и так очень много есть и магнит и тот же поедатель соответственно например на грибом на бомбу вишню места особо не хватило ну что ж обойдемся и без этих растений у нас из помогательных тоже достаточно вооружений я взял следующий состав помимо поедателя могил потом звезды арбузов то что мы берем постоянно я захватил из таких необычных это ледяной грибом он будет помогать останавливать наиболее таких сложных противников но это конечно же даже не круто это в основном будут машинки которые достаточно опасны потому что они давят своим весом все наши растения если они прорвут линию обороны во первых пойдут дальше попрыгун и вся честная компания пойдет вперед будет очень тяжело останавливать поэтому надо быть начеку если что задействовать и халапени и другие вооружения которые могут остановить машинку ну и у нас достаточно обычных растений которые в целом благотворно влияют на ситуацию на поле особи зомби не разгуляются я думаю что тут единственный момент это машинка можно сказать их палочка выручалочка на нас надвигается большая волна и мы сейчас быстренько поедаем могилу еще есть также зомби с лестницей как-то они вырвались у меня из поля зрения что еще хорошо то что магнит воруют еще и лестницу походу хотя я не вижу чтобы магнит ну вот как раз сейчас он взял лестницу у вот этих вот зомби украл у них и это очень хорошее средство против лестниц да и против других зомби в общем магнит хоть исполгательное растение я уже об этом говорил но без него ну никак а просто когда зомби начинают у нас идти и с лестницами и американские футболисты магнит просто незаменим вновь пробрался крот на первой нашей позиции там где у нас двойный пацан хотя волноваться нечего потому что есть тыква и это такое бронежилет достаточно крепкий который будет сдерживать кротов ну а там уже есть звезды которые будут по возможности добивать кротов нету гаргантё уже хорошо хотя на мой взгляд вот эти вот машинки они будут похуже чем гаргантё потому что дает наша линия обороны там уже идет чистая навал осталось какое-то незначительное количество зомби хотя зомби все еще подходит и подходит но вот остается последний зомби которого мы тоже добиваем и на нас надвигается уже финальная волна этого подэтапа а нет это уже последняя волна я это случайно выкопал сдвоенный подсолну хотел выкопать именно тыкву потому что она уже сильно так сказать исхудала хотел ее заменить но выкопал случайно сдвоенный подсолну но коль это уже финальная волна всего уровня соответственно как-то это нам не помешает пройти всю миссию остается последний зомби которого мы убираем и успешно проходим этот уровень на этом все подписывайтесь комментируйте до новых встреч пока до новых встреч Продолжение следует...